Создают роботов и 3D-модели зданий. Первый поток учеников проекта IT в Кубе завершил курс. Среди студентов были взрослые, среди педагогов – дети. На финальных занятиях побывала Екатерина Новогородцева. Посреди учебной аудитории на импровизированном ринге борются роботы. Их собрали ученики 4-5 классов. На занятия по робототехнике ребята приехали из села Новолуговое. Они – участники проекта IT в Кубе. Вместе с детьми учился и педагог. Сам я давно увлекаюсь робототехникой. Для меня всегда было это каждое занятие, что робот должен быть рядом и нужно его увидеть. Но здесь этого не было. Дети могут программировать виртуального робота, не видя, может быть, его на дороге, на земле, чтобы он что-то делал физически, видеть виртуальный его симулятор и как он работает. И с этим можно работать. И детям действительно любопытно становится, а как заставить этого робота виртуального делать такие-то операции. В соседних аудиториях ребят учат 3D-моделированию. Дети создают в отечественных программах графические макеты достопримечательностей нашей страны. Один отрисовывает нова, другой – Кремль, третий – Исаакиевский собор. Преподаватель и сам школьник учится в 11-м классе лицея номер 22. Получается так, что иногда даже мне задают какой-то вопрос, на который я не знаю ответа. И вместе с ребятами мы ищем путь к решению, пробуем как-то разобраться, как это работает. Когда неизвестно заранее решение, по сути происходит процесс генерации идей. И получается, это всегда весело, это интересно, это классно и понятно эффект. Потом, как это все запомнится, намного выше, чем вам просто все расскажут, по полочкам разложат, как делать. Программа, по которой учились ребята из IT-куба, длилась 4 месяца. Занятия шли в дистанционном формате. На последние уроки школьники приехали в Новосибирск. Это замечательный проект, который поддержал губернатор Новосибирской области Андрей Александрович Травников в сентябре 2022 года. И благодаря этому в копилке грантовых конкурсов Министерства региональной политики появился еще один, связанный с цифровым образованием, прежде всего, детей и подростков. Для них это ранняя профориентация. Для них здесь важно попробовать, в принципе, понять, да, из чего состоит эта профессия, где они могут себя реализовать, какой навык им больше подходит, потому что направлений по обучению их много. Это и робототехника, это и виртуальная реальность, это и чисто программирование, и интеллектуальные классы. То есть это достаточно широкий диапазон, да, у ребят, они здесь все достаточно близко друг к другу, в общем-то, да, и они могут ориентироваться в этом сейчас быстро, пока выбирают профессию. В IT-кубе «Надежды Сибири» изучать информационные технологии может любой школьник Новосибирска. Запись открывают раз в год. Единственный критерий – желание учиться. Екатерина Новгородцева, Константин Менин, Новости ОТС.